В Самаре, в Куйбышевском районе, прошел осмотр территории естественного водоема с заболоченными участками. Жители выразили обеспокоенность его состоянием и через социальные сети направили обращения о возможных нарушениях земельного, природоохранного законодательства, об исчезновении лебедей, чаек, а также о гибели рыбы в водоеме возле СТД Дубки. Жители района также пожаловались на загрязнение окружающей среды строительными отходами, так как рядом земельные участки в частной собственности, где идут строительные работы. Эти участки предназначены для садово-дачного использования, а прилегающий водный объект частично занимает территорию городских лесов, частично находится на неразграниченной территории. Профильные специалисты рассказали о том, что контрольные выезды проводились и ранее, например, весной этого года. Тогда обращение в интересах одного из горожан, поступившие из отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области, Волгокамского территориального агентства по рыболовству также касалось массовой гибели рыб, птиц и отсыпки водоема строительным мусором. В части факта гибели рыбы в водоеме информация была направлена в Федеральное агентство Росрыболовства, которые проводили проверку, и внешний фактор, послуживший гибелью рыб, они не выявили. Вместе с тем, согласно информации ФГБУ, Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, водный объект находится в стадии заболачивания. Он подвержен зимним и летним заморным явлениям по естественной причине – мелководности и значительного снижения концентрации кислорода в воде. В данный момент, по нашему мнению, экология пруда не нарушена, потому что ни мора рыбы, ни птицы не выявлено. Вывоза строительного мусора именно на береговую часть озера не выявлено. Есть навалы строительных отходов на частной территории, земельных участков около строящихся коттеджей. Собственником будет проведена работа по обязанию вывоза этих отходов. В ходе сегодняшнего контрольного выезда профильные службы зафиксировали наличие мусора и у самой кромки воды. Сегодня же один из собственников земель приступил к очистке территории напротив своего строения. Стоит отметить, что осмотр привели с применением измерительного оборудования для того, чтобы определить, есть ли нарушение земельного законодательства. Это станет известно чуть позже. Выводы пока делать рано. Это выводы предварительные. То есть это пока основано на визуальной оценке. И мы сейчас будем проводить, как я говорил, уже камеральные работы. И после них уже будет понятно, есть ли нарушения экологического и земельного законодательства. Мы будем контролировать, в том числе, возможности использования лесов, которые находятся непосредственно в этой стройке. Также ведение стройки и не допущение захламления территории. Сейчас на естественном водоеме живут чайки и лебеди. А на территории прилегающих лесов нет никаких работ, которые негативно влияют на экологическое состояние местности. Никакие работы по строительству и что-то подобное, в том числе вырук деревьев, не проводятся. Границы лесов четко определены. И заходить на эту территорию мы не позволим никому. Полина Чулякова, Николай Сидоров. События.